всем привет друзья я сегодня хочу поделиться с вами очень сытным вкусным и полезным рецептом супа этот суп из старинной немецкой кухни называется рибли зубы что в переводе означает затирка или затируха существует множество рецептов затирух на мясном постном грибном бульоне также с ней готовят и молочный суп я вам покажу рецепт моей любимой бабушки она всегда нам готовила этот потрясающе вкусный супчик когда мы не приезжали в гости так давайте возродим эту забытую кулинарную традицию для рецепта мне понадобится мясо мясо можно брать обои я сегодня использую курицу у меня курица очень объемная поэтому я ее разделила на пополам курицу забрасываю в кипящий бульон сюда же добавляю две луковицы лук в кожуре я его прожарила на сухой сковородке ставлю на плиту курицу нужно будет хорошенько сварить пока готовится курица приготовим затирку для затирки нам понадобится два средних яйца щепотка сахара чайная ложка соли пол чайной ложки муската двести двадцать пять грамм муки и вот посмотрите тесто собирается в единый кусок так не должно быть это означает что не хватает муки добавляю еще сюда две столовые ложки с горкой и продолжаю растирать и вот сейчас вот это вот тесто отправляю сковороду и ставлю на плиту можно не заморачиваться и не обжаривать затирку но я показываю вам так как делала моя бабушка и я считаю что когда тесто обжаренное оно получается намного вкуснее и ароматнее хорошо держит форму не раскисает в супе бабушки уже к сожалению давным давно нету в живых но у меня остались очень светлые воспоминания она была добрейшей души человек отличная хозяйка очень вкусно готовила и вот этот вот вкус ее супчика у меня до сих пор остался в памяти вот посмотрите как затирка хорошо подзолотилась еще один такой маленький нюанс во время обжарки кусочки очень быстро сверху подсыхают если кусочек большой его можно вот с помощью перчаток одевайте перчатки потому что все очень горячо можно разделить кусочки старайтесь чтобы каждый кусочек был один к одному чтобы все кусочки были одного размера тогда супчик будет очень симпатично выглядеть на тарелке теперь я буду просеивать если в кастрюле окажется мука то тогда бульончик начнет очень быстро загустевать поэтому обжаренные кусочки я еще просеиваю через сито а теперь подготовим другие составляющие мне понадобится 3 крупных картофеля картофель заранее очистила нарезаем крупными кубиками если вам не нравится крупная нарезка можете нарезать средним кубиком маленькие если не любите картофель можете совсем его не добавлять основной ингредиент в супе это затирка также понадобится две средние моркови натираю соломкой теперь нарежем лук лук нарезаем мелко и какая же затируха без свежей зелени укроп он придает супу особый аромат его обязательно рекомендую добавить в затируху и два перышка зеленого лука зелени собственного сада огорода очень ароматная душистая чем мельче нарежете зеленушку тем она быстрее отдаст все свои полезные свойства и ароматы варка курица заняла полтора часа курицу после закипания варила на умеренной температуре посмотрите какой красивый бульончик получился бульон нужно будет процедить бульон наваристый бульон наваристый натискал отец джунг зеленый варк му зеленый гуря зеленый бульон закладываю картофель картофель ложим по вкусу если вам нравится много картофеля в супе значит положите и больше накрываю крышкой и варю до полуготовности картофеля пока готовится картофель приготовим активатор для лука лук нужно будет сверху посыпать небольшим количеством сахара у меня здесь не полная чайная ложечка и хорошенько перемешать чтобы сахар распределился по всему луку и отставляем в сторонку картофель почти готов добавляю сюда затирку кусочки теста после закипания готовится приблизительно от 4 до 5 минут прошло 2 минуты теперь добавляю сюда активированный лук и морковь морковь и лук по вкусу количество моркови и лука добавляю лавровый лист лавровый лист долго в супе не буду держать иначе он испортит весь его вкус буквально 5 минут и листик нужно будет вытащить из супа заправляю черным перцем перец грубого помола все по вкусу солю и вот сейчас еще один небольшой секретик раскрою вкуса супа аромата супа добавляю сюда чайную ложку топленого сливочного масла именно топленого сливочного масла обыкновенное сливочное масло сделает бульон непрозрачным мутным поэтому если есть добавляйте топленое сливочное масло нет топленого сливочного масла вы можете пропустить этот шаг это не принципиально и в конце варки засыпаем нашу ароматную зелень немножко еще оставлю на тарелочке каждый сам себе может добавить по вкусу вот с этим бабушкиным вкусом супа мы впитали все самое лучшее и доброе что можно только пожелать каждому из вас благодарю за просмотр всем пока и до следующих встреч в новом видео до следующего Продолжение следует...